Этим летом восьмиклассник Алексей Воронин делал родной город лучше. В составе трудового отряда он убирал территорию спортивных объектов города. Работал школьник несколько часов в день и в целом заработал около 6 тысяч рублей. Чтобы дети могли бегать на стадионах, убирать их. Кусор собирали, листву собирали. Много. А Дарья Пчелкина уже студентка и будущий педагог. Этим летом девушка несколько смен провела в детско-юношеском центре отдыха «Дружба». Трудилась вожатой в педагогическом отряде «Рассвет». Даша уверена, что настоящий педагог может все – организовать, увлечь и научить. А в родном отряде всегда поддержат единомышленники. В самом педотряде такая обстановка, что мы можем друг друга поддерживать. Мы сами друг другу помогаем, какие-то советы даем. Многие из нас работали не первый год. Желание работать с детьми, желание развиваться как педотряд, просто как педагоги. Мы хотим стать первоклассными педагогами в первую очередь, первоклассными учителями. Всего этим летом в трудовых отрядах Владимира работали полтысячи ребят. Они занимались благоустройством городских территорий, воинских мемориалов, уборкой стадионов, ухаживали за растениями и животными в Дворце детского и юношеского творчества и в Патриаршем саду. Некоторые даже организовывали досуг малышей во дворах города. Перед этим их обучили основам педагогической работы. Это наши традиционные ребята, которые работали в отряде классики, вожатые на дворовых придомовых территориях. В трех местах – это на Никитском бульваре ребята работали, и также на бульваре Иваново. И на Комиссарова – 11. Ребята приглашали детей, которые не уехали летом, могли отдохнуть, позаниматься играми. Ну и родители тоже могли вместе принять с детьми со своими участием в играх. Сегодня самых активных участников трудовых отрядов города награждают от управления по делам молодежи. Такой итоговый слет трудовых отрядов города уже стал традиционным и проводится в 15-й раз. Ребята получают от нас традиционную благодарность и приготовили небольшие сюрпризы, чтобы они могли немножко потратить на свое саморазвитие. Либо мы подарим сертификат в книжные магазины, либо в спортивные магазины. Нам хотелось бы еще сказать огромное спасибо нашим работодателям, которые традиционно с нами сотрудничают. А сегодня мы будем отмечать именно тех, которые набрали очень большое количество ребят. Найти новых друзей, помочь городу, получить профессиональные навыки, да еще и не бесплатно. С каждым годом школьников и студентов, желающих поработать летом, становится больше. В этот раз вакансии для активной трудовой молодежи подготовили семь городских и общественных организаций. На итоговом трудовом слете ребята вместе собрали маленькую карту Владимирской области и нарисовали на ней символы своих трудовых отрядов. Теперь она будет храниться в управлении по делам молодежи. Завершился праздник общей песней. Будет много нас и будем мы вместе, ну а те, кто придут потом, пусть подхватят вот эту песню.